Слава Украине, героям слава. Вы знаете, мы уже по-плохому привыкли, я уже говорю слово по-плохому, к постоянным ударам по Харькову уже, ну, не обращаем на это внимания, хотя как же так? И вот сегодня, вот это, знаете, традиция у рашистов стрелять по Харькову, она просто приобрела какие-то уродливые уже формы. Сегодня они обстреляли, я так понял, градами остановку общественного транспорта в спальнике, в Салтовке. И на остановках был троллейбус, куча автомобилей, там куча магазинов вокруг, ну, как обычно вокруг, такого места, людного проходного места, полно всяких киосков и так далее. И они ударили туда в тот момент, когда там было максимальное количество людей, люди ехали, собственно говоря, на работу, это было где-то пол восьмого утра, и на настоящий момент известно о минимум 21 человеке, которые получили ранение. Четыре человека находятся в критическом состоянии, несколько человек погибло. Также ранения нанесены одному ребенку, по моим сведениям, вполне возможно, что это будет еще уточняться, и может быть там ситуация еще гораздо хуже, но, знаете, напрягает другое, они специально стреляют по людным местам. Они не прикрываются даже какими-то рассуждениями, даже не пытаются прикрываться, они стреляют исключительно по людным местам, по жилым районам, по жилым кварталам, с тем, чтобы посеять какую-то панику. Действительно, ракеты вот эти вот, которые летят, грады, их очень тяжело перехватить, их невозможно перехватить, собственно говоря, они это прекрасно знают, и они находятся на таком расстоянии от Харьков, что они, да, могут достать до некоторых его районов. И вот, если вы не знали, что такое расшизм, то вот сегодня можно заехать в Харьков и посмотреть, что это, собственно говоря, такое расшизм. Это когда просто бьют по обычной улице, по гражданским лицам, оружием, которое явно не точечное, оружием, которое бьет по площадям и предназначено для уничтожения живой силы противника. Вот, собственно говоря, и все, что нужно знать о современной фашистской России. Ничего, переживем и отплатим им сполна. Слава Украине!